Привет всем! С вами канал Обзор Времени И сегодня в нашем обзоре часы Casio Edifice номером модели ECB900DB1B И чтобы найти часы, нам, конечно, необходимо открыть и распаковать данную коробку Сверху здесь некоторые вкладыши, инструкция Внутри коробки мы находим вот такую вот еще одну коробку Ее уже открываем и в ней находим наши часы Перед нами представитель из линейки Edifice И это у нас моделька с Bluetooth Но перед тем, как рассмотреть ее функционал, давайте рассмотрим уже из чего сделаны данные часы В своей основе, конечно же, это металл И в данном случае это нержавеющая сталь, как и большинство часов Casio Здесь мы видим вот такой вот браслет Браслет, к сожалению, не литой Есть застежка с двумя фиксаторами по бокам, раскладная, привычная для Edifice И если говорить о корпусе, то тоже, в принципе, все как обычно Это нержавеющая сталь, задняя крышка на четырех винтах Безель у нас с приятным таким синим оттенком, что сочетается с цветовой гаммой циферблатом И циферблат защищает минеральное стекло И давайте же на него посмотрим поближе Цвет действительно очень приятный И во всех часах Casio, если есть вот именно такой цвет, то мне нравится Помню, когда-то были J1000 с таким же интересным цветом безеля И много Casio, много классики МТП с таким же цветом В общем, такой цвет мне нравится Напишите свое мнение по поводу данного цвета в часах Ну, а что касается циферблата, то мы здесь видим аналоговый циферблат В виде часовой, минутной и секундной стрелки И также есть у нас маленькие информативные окошки В районе пяти часов у нас есть шкала спидометра И там же у нас есть колесо выбора функций И отображение, индикация заряда солнечной батареи Также у нас в районе двенадцати часов есть окошко В котором у нас сегодня показывается сегодняшний день недели Либо же можно поставить отсчет секунд Если говорить про окошко в районе девяти часов То там мы видим сегодняшний месяц и число Либо же можно поставить цифровое время Все это делается нажатием левой верхней клавиши Если говорить о функционале, то не совсем стандартный Как для Casio Adifis Потому что Adifis это классические часы И их уже не пичкают такими функциями, как есть у G-Shock Но в этом случае все немного приятнее Потому что первый список это секундомер Секундомер здесь хороший на 200 кругов с памятью Дальше есть у нас таймер Есть пять независимых будильников с функцией ежечасного сигнала Да, в Adifis есть ежечасный сигнал, не во всех правда И также есть мировое время Тоже удобная функция, где мы видим у нас аббревиатуры И после нее нам покажут время данного часового пояса данного города И давайте же посмотрим, как работают часы в связке со смартфоном За подключение смартфона к часам отвечает у нас приложение Casio Watch Plus Соглашаемся со всем, что возможно Недавно было обновление А, проверьте текст Недавно было обновление И, как видите, сбросились наши согласия Выбираем Adifis и ECB900 Выбираем Произошла небольшая заминка Потому что я не нашел часов в том списке И меня перенаправили на другое приложение Adifis Connected Это, я так понял, новое приложение Через которое будут соединяться уже непосредственно новые модели Как мы видим, здесь у нас есть ECB800, ECB900 и EQB1000 Нажимаем на нашу модельку И вылазит краткая инструкция, что делать для подключения Нажимаем и удерживаем полторы секунды Коннектятся часы С смартфоном они опознались И происходит подключение Обновился часовой пояс Это значит, что часы автоматически построились под ваше местное время Под время в вашем смартфоне А там зачастую оно у нас уже корректируется с интернетом То есть там точное время И мы видим, что на экране нашего приложения Появились наши часы И то, как они должны идти в нашем случае Пусть они отматываются А мы будем смотреть Здесь у нас первая в списке функция У нас стоит снизу секундомер Я так понял, здесь у нас есть лог То есть мы можем смотреть журнал 200 Вот этих кругов, о которых я говорил И также можем настраивать спидометр Та шкала в районе 4 часов, о которой я тоже вначале сказал Мы можем выставить здесь определенное расстояние, которое мы будем проходить Включить секундомер После чего нам покажут скорость, за которой мы прошли данную дистанцию Мировое время тоже достаточно уже известная функция Потому что она работает во всех приложениях, я заметил, одинаково Выбираем нужен нам город Либо ищем через поиск, либо вот так вот по карте Ставим Москву Нажимаем установить город в часы И часы сами же перенастраиваются на данный часовой поиск Но так как у меня минское время с Москвой одинаково То часы в принципе не изменят положение стрелок Ну хотя бы я показал вам на экране смартфона, что происходит Мировое время установлено, написали мне часы Также можно менять, скажем так, мировое время и местное время местами Если вдруг вы уехали в другой часовой поиск в командировку Нажимаем там на вот эти две стрелочки И меняется у нас часовой поиск мирового города с домашним городом Дальше у нас есть вкладочка как дополнительные утилиты Это у нас то, что я говорил, 5 независимых будильников с функцией ежечасного сигнала Здесь мы можем все это дело включить Сигнал снизу либо включить, либо выключить А будильники можно у нас настраивать отдельно И также есть настройка таймера Здесь мы можем выставить, какое время мы будем отсчитывать с помощью данной функции Также в левом верхнем углу мы видим состояние солнечной батареи А в левом правом углу мы видим у нас шестереночку Здесь можно настроить наши часы И как мы видим здесь у нас есть настройки единицы измерения Километры для функции спидометра Искатель телефона классная функция, где мы выставляем мелодию и звук После чего можем искать телефон с помощью часов Покажу это позже Индикация часов Тут можно поставить либо 24, либо 12 часов Месяц-день, либо же день-месяц И есть даже русский язык для дней недели Давайте же смотреть Потому что я этого не ожидал Обязательно посмотрим позже Звук срабатывания кнопок Время подключения к программе Регулировка времени Настройка подсветки Давайте поставим 3 секунды И также есть функция автоподсветки Ее можно включать тоже с помощью верхнего тумблера Так, и в принципе все остальное у нас здесь включено И должно также и оставаться Давайте же посмотрим на функцию искателя телефона Потому что она, на мой взгляд, очень полезная И пригодится многим Итак, во-первых, прошу обратить внимание То, что сверху у нас в графической области Написано ЧТ Четверг Русский язык все-таки есть И это уже приятно Но сейчас мы будем снимать функцию искателя телефона Нажимаем правую нижнюю клавишу И ждем Смартфон начинает играть И он у нас как будто найден Нажимаем любую кнопку на часах И прекращаем звук Нужно это для того Я всегда говорю такую ситуацию Что вдруг вы потеряли свой смартфон В квартире, в доме, в сумке, в постели Под кровать завалился, где угодно Или вы собираетесь и не можете уйти из дома Потому что забыли, где лежит ваш смартфон В общем, нажали кнопку на часах Нашли И убежали по своим делам Классная функция И я думаю, пригодится многим Также с помощью кнопок на часах Мы можем выбирать другие города Нажимаем и держим левую верхнюю клавишу После чего правыми мы уже можем выбрать Нужный нам город Выберем, например Рио И после этого нажмем опять же Левую верхнюю клавишу Время перемотается На время Рио это 12.56 Сейчас вы можете наблюдать Как часы смотрятся на моей руке Обхват моего запястья 18 сантиметров Часы, ну, небольшие, я вам скажу По размерам они 51 на 48 миллиметров И 13 миллиметров они у нас в толщину 13,9, поэтому почти 14 И весят они 163 грамма Конечно же, многовато Но для часов на металлическом браслете Это все-таки немного Это стандарт Поэтому часы и смотрятся хорошо И на моей руке тоже сидят отлично А часок, кстати, классная подсветка Поэтому давайте я вам покажу Вот какие часы Этифи смогут похвататься Хорошей подсветкой Да, есть хорошее светонакопительное покрытие Но обычно подсветки вообще не диодные Здесь она есть И при этом просто шикарная Посмотрите, насколько ярко все высвечивается И стрелки И графические ЖК области И дополнительный циферблат В общем, все, что есть на данном циферблате С помощью данных диодов У нас высвечивается И высвечивается просто отлично Подсветки 10 баллов Также дополнюю то, что у этих часов 10-ти баровая водонепроницаемость И с этими часами можно плавать И это тоже отличный показатель Для классических часов Не забываем про солнечную батарейку И, конечно же, функцию Bluetooth Сделано, мне кажется, всем очень достойно И часы действительно стоят своего внимания Потому что здесь очень информативный, скажем так, циферблат Потому что есть две графических области Где есть день недели, число, месяц Русский язык, прошу заметить, еще раз И, как вы видели, уже очень достойная подсветка Не знаю, напишите свое мнение о данной модели Потому что я классические часы не очень люблю Я больше привык носить такие повседневные Типа G-Shock Но если вы любите именно классику То напишите, как вам данная моделька А если она вам понравилась И хотите ее приобрести То в описании под этим обзором Есть ссылка на наш магазин С актуальной ценой на данную модель И сейчас сверху вы видите наш промокод Проплывает такой полоской Это промокод для дополнительной скидки При покупке любых часов в нашем магазине Не обязательно этой модели Мы продаем только оригинальные часы С полным комплектом, гарантием и доставкой по всей России А кому понравился сегодняшний обзор Поставьте лайк, чтобы я знал, что я не зря это делаю для вас И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий воскресный обзор Спасибо вам большое за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok